Приветствуем вас, наши уважаемые, драгоценные подписчики и зрители канала «Питер Татар». Итак, сегодня мы находимся в пространстве, которое открылось буквально накануне 2022 года. Это культурный центр, татарский культурный центр в сердце Санкт-Петербурга, на улице Чайковского. Поэтому, как только у вас будет возможность быть в Санкт-Петербурге, имейте в виду, здесь и экспозиция, картин, и скульптуры Венеры Абдулина, и не только. Буквально через какое-то время начнется обучение татарскому языку здесь, по воскресеньям уроки проводятся. Так что мы рады и счастливы, что у Санкт-Петербурга есть это пространство, есть то место, где можно пообщаться с земляками и, конечно же, познавать нашу татарскую культуру и традиции в таком красивом месте. Ну что ж, это мини-представление «Где я? Что я?». Теперь переходим к нашему герою. Сегодня мы пригласили к нашему разговору, к беседе очень интересную личность. В свои 23 года наш герой уже стал обладателем внимания театрального сообщества и не только. В общем, создал сольный проект, группу и назвал ее «Усируся». Итак, с нами сегодня Руслан Тухватуллин. Он в мае запустил сольный проект в группу «Усируся». И музыка у него такая необычная. Она, в принципе, несет в себе этно-индию, меланхолию некоторые могут даже меланхоличное настроение вызывать. Ну, в общем, Руслан также написал музыку к спектаклю Большого театра «Кукол» немножко слишком одиноко. И к двум корнометражным работам режиссера Асель Багудиновой «Есть здесь и нет», который взял первое место на фестивале кино «За семь дней» и «Клюквенное лето». В общем, в свои 23 года наш музыкант, который уроженец Казани, тоже в сердце Татарстана, созидает, пишет музыку, очень необычную музыку. И нам стало интересно нашему порталу, насколько это будет успешно в дальнейшем, как он вообще видит себя в плане профессиональной реализации и с чего все началось. То есть музыкальное для него образование, как он себя вот в этом вдруг увидел и стал уже востребованным. Ну что ж, давайте знакомиться уже воочию с нашим герой Руслан. Приветствуем вас, Херли Кюн. Херли Кюн, всем привет. Меня зовут Руслан, как меня уже представили. Я не знаю, не было какого-то прям осознанного музыкального пути, отвечая на ваш вопрос. Просто это как-то было впитано с тем, что мои родители в детстве слушали много музыки. Я ходил в музыкальную школу, которую успешно не закончил. Вот. И просто все время слушал много музыки. И классу десятому у меня так и не получилось создать свою группу музыкальную, но компьютерные технологии позволили сделать это сольно. И я просто скачал программу на компьютер и начал делать все сам. А до этого просто были какие-то песенки под гитару, потому что я в музыкалке ходил сначала на скрипку, потом на гитару и примерно владел базово как-то дворовой гитарой. Вот. И все началось с этого, что я просто начал писать свои песенки под гитару. Вот. А к десятом-одиннадцатому классу я просто скачал уже программу, и там уже были другие возможности, больше звуков, там можно уже чего угодно было музыкально делать. Вот. И вот как-то так все и началось. А вот такой вопрос. На данный момент вы получаете музыкальное образование, или это несколько другая специальность будет? Нет. На данный момент я вообще на четвертом курсе архитектуры в КГСУ нахожусь. Вот. Поэтому специальность совсем другая сейчас находится. Как-то так получилось. Это был выбор скорее прагматичный, чтобы не остаться без денег. В общем, строительство, все вот в таком ключе шло. И вроде как творческое, вот, одновременно. И вот так вот была выбрана эта специальность. Вот. Вы сказали, успешно не закончила. То есть все-таки вы видите в этом элемент, что такое вот, как говорится, управленческое решение. То есть это ваш выбор. Там родители не настали. Обычно я лично музыкальную школу закончила. Вот, ну, будем так говорить. Очень мама хотела, чтобы. А потом также и четыре года музыкально-падагогическое училище. Вот в вашем случае это прям ваш выбор был, вы не закончили? Или как это случилось? Ну, я в музыкалку начал ходить, когда мне было мало. По-моему, к четвертому классу я уже был на последнем году обучения. Я мало что понимал, вот, осознанно. И поэтому я просто ходил на те предметы, которые мне были интересны, и пропускал те, которые мне были неинтересны. Вот. А неинтересно мне, к сожалению, было сольфеджио, вот, и музыкальная литература. Вот. И я почему-то помню занятия, пришел директор, и на негодование у учителя о том, что я пропускаю, он сказал, ну, ничего страшного, ты же нагонишь. Я сказал, да, я нагоню. Вот. И почему-то я был уверен в том, что если я много пропускаю, то это ничего страшного. Ведь я хожу на основные дисциплины, там, а не на основные хожу просто не так часто. Но когда всем вручали диплом, мне сказали то, что а тебе не дадим, потому что ты пропускал сольфеджио. И я вообще не расстроился, потому что как-то, ну, мне казалось на тот момент, что я все, что хотел, получил. Вот я научился играть на гитаре, я научился играть немного на скрипке. Я походил на музолитературу, я знаю какие-то там вещи, которые мне интересны. Вот. А сольфеджио я думал, что это бесполезная вещь. Вот. Сейчас мне так не кажется, но тогда мне не было никакого сожаления. Вот. И все. Это тоже была инициатива родительская. Просто меня пихали во все кружки, чтобы разносторонне как-то развивать. Вот. И я, ну, был маленький и не понимал, зачем мне это нужно. И на многие вещи ходил из-под палки. Вот. И музыкалка была тоже немножко так из-под палки, кроме вот того, что мне нравилось. Там гитара, я не знаю. Вот. Какие-то специальные такие предметы. Тогда вот вопрос следующий, он связан с тем, что раз у вас непрофессиональное, да, получается сейчас уже направление в музыке, а как же так складывается, что театральное сообщество и вот тот же кинематограф смотрят в вашу сторону? Как вы друг друга находите? Потому что есть те, кто профессионально, да, там заканчивает, в этом плане очень мощно развивается, и все как-то вот мимо. А у вас раз, и такой уже произошел синергетический эффект. Я послушала те треки, которые вы мне отправили. Очень органично, что для спектакля. И, ну, в целом, вот как вы друг друга нашли, как это происходит? Наверное, это какая-то просто удача и знакомство, вот. Но это для меня самого большая загадка, потому что, например, с театром история была такая, мне просто ВКонтакте написал режиссер этого спектакля, вот. И на вопрос, а как вы меня нашли, он сказал, да просто наткнулся ВКонтакте, как-то так получилось, вот. То есть для меня до сих пор это какая-то непонятная вещь, мне кажется, такое случается как-то, ну, я не знаю, очень редко. И я никаких усилий для этого не прикладывал вообще. С кино то же самое, это просто моя знакомая, которая окончила режиссерский факультет, и ей просто нравятся мои песни, вот. И она сказала, ты можешь что-нибудь сделать? Я говорю, да, конечно, вот. Вот, или для одного сериала взяли тоже музыку, просто написали в Инстаграм человек, который отвечает за музыкальные, в общем, находки к фильмам, вот. И как-то так получилось, что я, ну, мало прикладывал, точнее, не так, я прикладывал много усилий, чтобы меня заметили, но вот все, что состоялось, это не по моей заслуге, это меня находили. Поэтому я не могу сказать, что это все просто я вот ничего не делал, и все пришло само. Я очень много делал, но то, что пришло, это как бы не от меня, а люди меня сами нашли, вот. И что же вы делали? Потому что это некий такой сейчас будет рецепт для тех, кто тоже, ну, как бы себя пытает, потому что, ну, пишем-пишем, но не в стол же писать музыку, правда, не как бы для себя исключить, для своего окружения. Вот что же вы делали такое волшебное? Ну, не знаю, на самом деле, наверное, важно, ну, я, ладно, это, так скажем, инструкция для начинающих музыкантов. Наверное, хорошо, если есть группа, потому что группу почему-то воспринимают более весомо, вот. Я до того, как не набрал группу, у меня вообще не было ни одного выступления, кроме каких-то забегаловок, которые я сам забегал, забегалок, которые я сам находил, звонил и просил, чтобы не разрешили там выступить, вот. А группа как-то целостнее воспринимается почему-то, вот. Хотя тенденция сейчас идет больше насольное творчество такое с электронным изучением, вот. Вот, и, ну, наверное, что-то выпускать и писать админам разных музыкальных пабликов, всяких журналов, находить какие-то личные контакты, чтобы эту музыку взяли на рецензию, вот, что-то про нее написали. Со своей группой или сольно пытаться выступать, чтобы стать как-то локально более заметными, вот. И, ну, вот, наверное, это первые какие-то такие шаги, вот. Ну, и, конечно, выложить на все платформы музыку и минимальный какой-то набор музыкальный клип, обложка альбома, ну, какая-то подача себя как группы. У меня, кстати, с этим плохо, но это очень важно, потому что, в принципе, зрители воспринимают группу как какой-то образ. Ну, допустим, я не знаю, группа кино такие загадочные какой-то, он такой вот весь потусторонний какой-то в черном постоянно. Это же просто образ, который придумала ему, по-моему, Африка, который Бугаев, я точно не помню. Вот, ну, это тоже просто важно в смысле какого-то пиара группы, вот. Но, конечно, качество музыки это мало какое отношение имеет. А там уже просто как, ну, я не знаю, наверное, многое и от везения зависит, и от того, как много времени ты на это тратишь, и, ну, насколько, ну, я не знаю, ты не то, что талантлив, но насколько тебе есть что сказать, вот, я не знаю. Вот, хотя у меня, на самом деле, особо нечего сказать, я просто, по сути, это какая-то, ну, автобиография, что ли, своих переживаний, вот. Вот, в принципе, вещь примитивная и не суперумная, вот. Но, с другой стороны, ну, многие люди переживают то же самое, что я переживаю, потому что такие вещи, которые каждый чувствует. Поэтому, может быть, для кого-то это такая полезная штука. Я надеюсь, вот. Ваша музыка, она, ну, как бы успокаивает, гармонизирует, лично могу о себе так сказать, да, вот мое восприятие. И оно мне напомнило тот же момент, когда лаунж такой формат. Вот почему именно это направление? Вы сами по себе очень такой, насколько я вижу, спокойный человек, и поэтому это отражает ваше внутреннее состояние. Либо вот почему именно этот стиль? Как он называется? Меланхолия или как это? Этно-инди, что это? Вот есть ли ему объяснение, какой это шильдик? Может, в вашей музыке, в вашем направлении определение какое-то дать? Ну, я не знаю. Шильдики вешают, например, такие. Ретро-поп, инди-музыка, волна новых грустных. Вот. Ну, вот это основные, наверное. Инди-поп-музыка. Такая смесь. Ну, вот. Наверное, это такие шильдики, которые нам вешают. Но надеюсь, что по факту шильдиков никаких нет. Вот. И я надеюсь, что будет все меняться постоянно. Вот. Мне очень хочется, как некоторая группа, играть там пять альбомов в одном и том же стиле, с одним и тем же настроением. Как-то это неинтересно. Вот. Вот на данный момент, чем вы были так вдохновлены, что именно на данный момент именно базируетесь в этом направлении? Потому что все в движении, все меняется. И понятно, что через какое-то время будет что-то другое. Ну, вот что именно сподвигло сегодняшнему звучанию и вашему вот такому вот трансляции этой? Наверное, ну, это какая-то смесь групп, которые мне как-то нравились очень сильно. Вот. С подросткового возраста до, там, не знаю, до двадцати лет. Вот. И потом я последние полтора года уже писал альбом, в принципе, ну, как-то отталкиваясь от своих музыкальных предпочтений, что ли. Вот. Это как вот, я не знаю, в детстве ты слушаешь музыку в машине на радио, и она на подкорке на тебя все равно как-то влияет. И в итоге тебе потом становится тридцать лет, и ты слушаешь случайно какой-нибудь ретро-эфэм, вспоминаешь эту песню, и думаешь, блин, я же ее слушал, когда мне было восемь лет. И так хорошо становится. Вот. И тут вот, наверное, что-то похоже. Вот. Просто это какой-то такой багаж музыкальный, который вот вылился в ту музыку, которую я пишу сейчас. Вот. Ну, просто мне нравилась какая-то там грустная музыка часто, я не знаю, спокойная музыка. Вот. Там, я не знаю, вместе с этим мне нравилось там какой-нибудь Высоцкий, что-то такое надрывное. И вот какая-то вот такая смесь одновременно такого обволакивающего, спокойного, вместе с каким-то надрывным, каким-то таким звучанием, каким-то, не знаю, неровным, шершавым каким-то, таким нервным. Вот это, наверное, характеризует меня. Вот. Ну, мою музыку. Вот. Потому что там вроде все спокойно, но вроде какой-то нерв все равно. Присутствует. Да, да, да. Есть такое. Вот. Что же татарское? Где же наша татарская мелодика и все, что связано с таким аутентичным, может быть, да, вот традиционным вообще зов крови? Он как-то звучит в вас? Хочет вы оборваться в творчество? Или пока еще ожидает раскрытие у вас, как музыканта? Следующий вопрос. Очень хороший вопрос, потому что я из русско-татарской семьи, у меня у мамы татарские корни, у папы русские корни. Вот. И, ну, к сожалению, так получилось, что со стороны папы была, ну, не то чтобы неприязнь к татарам, к татарской культуре, а какая-то, ну, я не знаю, как это описать, в общем, он больше как-то ценил свою культуру русскую, вот. И очень долго у меня было такое же представление, вот, к сожалению, что, ну, я ощущал себя все время русским, не татаром, хотя я наполовину татарин, вот. Но потом это трансформировалось, и сейчас такого нету, вот. Я ощущаю себя татарином, я ощущаю себя русским, нет такого, что какая-то есть одна культура главная. Наоборот, очень здорово, что есть такая эклектичность, очень здорово, что вот вы находитесь в этой резиденции татарской в Питере. И так классно, что этот обмен культурный происходит. Вот. И, ну, во-первых, татарские корни, они внутри меня, ну, это все равно, я надеюсь, как-то отражается. Ну, просто я не использую, там, Кура и какую-то татарскую музыку, этого нет. Но как-то опять-таки неосознанно это есть, потому что все детство я слушал на татарских застольях все татарские песни, вот. Они все равно родны для меня, не знаю. А потом уже музыкально мне, например, очень понравился Эльхам Шакиров. Или, как ни странно, Салават, причем старые песни Салавата 90-х годов, вот. И это тоже как-то, ну, музыкально в чем-то как-то, в общем, отражается. Просто пока нет такой цели сделать какое-то татаризированное, что ли, звучание. А татаренное, я не знаю, как это правильно назвать. Вот, то есть я пока никаких не добавляю инструментов. Но вот, например, мой друг Митя Бурмистров, тоже из Казани музыкант, вот, он написал целый альбом, путешествуя по татарским селам и деревням, записывая на рекордер, на микрофон старых, пожилых, уже таких достаточно взрослых людей, которые играют на этих инструментах татарских, вот. И все эти звуки потом добавил в свой альбом. И еще я снял сериал на свое путешествие по татаре, Татарстану. Вот, и это вообще удивительный, конечно, проект, потому что он такой большой срез татарской жизни показывает. Вот, и что татарская музыка очень крутая и необычная. Вот, в общем, ну, на самом деле, спасибо за удочку. Надо будет подумать серьезнее над тем, чтобы что-то такое прям характерное засунуть. Здесь, знаете, он еще вопрос сопряжен с тем, когда вы сказали, что у вас папа русский, у меня наоборот все. То есть зеркально у меня мама русская, папа татарин, и зов крови он прозвучал. Вам 23 года, вы уже начали об этом думать, мне было постарше, чем вам. Поэтому, конечно же, будем только рады услышать, увидеть ваши новые уже произведения, композиции, с учетом нашего сегодняшнего в том числе. Может, это как преамбула к будущему, но вы же в Татарстане, вы же в Казани. И, конечно же, общаясь с музыкантами, которые используют вот этот этнографический пласт, безусловно, это тоже может навеивать на какие-то дальнейшие творческие. А вот в архитектуре, что вы можете сказать про татарскую архитектуру, вообще есть ли такое понятие татарской архитектуры, раз уж вы в специальности вот в этой, потому что находясь тоже в одном из красивейших городов России, все-таки в Казань все стремятся тоже приехать, посмотреть, полюбоваться. Что можете вот в этом плане, уже не как музыкант, а может быть, как музыкант, уже как архитектор, который специальность такую обретает? Ну, не знаю, вообще Казань – это такое, конечно, наверное, очень хорошее место для какого-то туризма, потому что это, не знаю, какой-то последние 10 лет очень развивающийся город. Вот, наряду с Питером, Москвой, может быть, и Владивостоком, отчасти Екатеринбургом – это главные города России стали. Вот, и Казань, я думаю, главнее даже в чем-то Владивостока и Екатеринбурга. Вот, и здесь, я думаю, опять-таки очень важно то, что здесь очень много эклектики, то есть здесь и русские, и татары, и кого только нету, и это очень как-то очень такой хороший симбиоз, почему-то получается, как-то очень хорошо уживается, и, мне кажется, он на пользу идет развитию города. Вот, а по поводу архитектуры, вот, кстати, пару дней назад прошел конкурс на новый театр Галиаскар-Камала. Вот, построят на противоположном берегу озера Кабан, вот, новое здание театра, а старое сначала реконструируют. Вот, и там были работы со всего мира, и в том числе с нашего института преподаватели свою работу показали. Вот, но, в принципе, все опирались на татарский орнамент, вот, как на такую базовую идентичность татар. Вот, и, например, в одном проекте двери из старого театра Галиаскара-Камала были вставлены в новую дверь. По-моему, очень классная фишка, такая преемственность. Вот, кстати, эти двери вот тоже, например, вырезал мой учитель по рисунку в архитектурном институте. Вот, татарская архитектура и цветом тоже, на самом деле, как-то идентифицируется. Вот, это обилие каких-то зеленых цветов, желтых, как мне кажется. Бирюзовых. Белых, бирюзовых, и тогда таких вот насыщенных каких-то жизнеутверждающих цветов. Вот, ну, а так, на самом деле, я, если честно, не разбираюсь именно в архитектуре татарской. Вот, но, например, вот моя подруга, которая сейчас в Тюзи художником работает, она вот прям углубленно в это все вникла. Я видел у нее на столе книжку толстую, я не помню точное название, он, в общем, там про татарские орнаменты, огромная книжка с иллюстрациями. В общем, это тоже такое многовековое какое-то, многовековая связь времен, да. Вот, очень здорово, что эта связь времен не прекратилась, а вот как-то продолжается даже в современной архитектуре. Вот, это прекрасно, вот. Ну, не знаю, хочется верить, что в Казани восстановят как-то побольше каких-то таких вот чисто татарских каких-то вот уголочков. Ну, я не знаю, улица там, по-моему, Каюма-на-Сыри в центре с татарской слободой. Вот, это тоже хороший пример, по-моему, вот такого островка татарской культуры. Вот, там очень много хороших древних мечетей, и вообще это очень здорово. К сожалению, эта улица не такая популярная, как, например, Баумана или там профсоюзная. Вот, но это уже проблема того, что городостроительно не позаботились, что там делать человеку. Вот, то есть там каких-то молодежных институций нету. Вот, там какие-то кафешки, хостелы, но это не привлекает внимание молодежи. А что у вас привлекает внимание? Скажите нам, что вы привлекает? Ну, я не знаю, можно было бы добавить какие-то новые арт-пространства современные, сделать какие-то выставочные, может быть, с каким-то современным искусством какие-то зоны. Какие-нибудь, может, зоны, я не знаю, открытых кинопоказов, может, зоны каких-то современных кафе, каких-то, я не знаю, кофеен. Как-то насыщите эту улицу какими-то современными смыслами. Смыслами, да. Потому что сейчас там только историческая составляющая, без современных смыслов. И, может, поэтому обычному молодому парню или девушке там нечего делать. Он для себя ничего не находит. А если это будет опять какой-то симбиоз, ну, может быть, какой-то не очень заметный, чтобы не рушить все-таки внешний облик, то это было бы здорово и привлекло бы внимание. Потому что у нас в Казани вообще, в принципе, исторический центр, он большой, но он весь сконцентрирован на улице Баумана, на улице Профсоюзной. То есть основные потоки людей, они там ходят, ну, на Петербургской, может быть. А хотя он гораздо шире, но там ничего не происходит. Ну, и потому что нет ни баров, ни культурных каких-то современных пространств. Вот. И если это как-то расширять, то это было бы здорово. Тем более, ну, вот, Каюм на сыре отличная, по-моему, возможность для этого. Вот. Потому что там не ходят машины, это рядом с центром, и там как раз татарская культура как на ладонне. Это здорово. А вы бы там играли, если бы такое пространство там было организовано? Вы бы вообще, в принципе, вот в таком вот режиме делаете выступление, играете? Да, конечно. Вот в Казани с этим не важно, потому что... Буквально несколько площадок. Бар Соль. Арт-пространство Верк. Это вообще... Я даже не помню, где это находится. Ну, в общем, есть институт культуры Казгик. Это возле... В общем, в ту сторону, я даже не помню адрес. То есть это не совсем центр, и это здорово. Вот. И еще несколько локальных баров. По-моему, бар Аща и бар какой-то там еще, я не помню. Вот. И все они такие маленькие, локальные, и сосредоточены все в центре. Вот. Как-то... Кроме этого, арт-пространство Верк, которое чуть-чуть подальше. Вот. Ну, это вообще интересно на самом деле, потому что, например, и все театры в Казани в центре. Нет ни одного театра за Казанкой практически. Там, по-моему, один только. Вот. Вот. Вот очень много всего в центре культурного и очень мало как-то за пределами центра. Вот. Я бы везде соглашался, мне кажется, играть. По крайней мере, пока что. Вот. Потому что я все равно неизвестный, и мне это самому интересно на все соглашаться. А вам нужна известность? Да не то, чтобы она мне нужна. Просто это интересно, и это как-то само собой, что ли, случается. Ну, я не против известности, что ли. Но если меня услышат, мою музыку, я не считаю, что это как-то плохо. Вот. Ну, не знаю. Мне бы не хотелось, наверное, оставаться в андеграунде. Я думаю, у меня есть какие-то, ну, может быть, предпосылки какой-то более локальной хотя бы известности. Потому что у меня музыка простая, и тексты простые. Они не какие-то сложные, и их понять может каждый человек. Поэтому, в принципе, ну, как-то это зависит от слушателя, наверное. Если ему понравится, может, будет какая-то известность. Если ему понравится, я в это не расстроюсь. Есть такое, вот вы идете по улице и понимаете, что это здание звучит, раз у вас направленность архитектурная. Ну, в общем, это же тоже украшает нашу жизнь и инфраструктура. Вот построение, вообще, градостроительства – это отдельная же огромная серьезная тема. Вот у вас, как у человека, который в этой уже специальности, да, ее осваивает. Вот это здание звучит, не звучит. Вот есть такое восприятие. Ну да, говорят же, как архитектура – это застывшая музыка. Да, да, вот как раз. Вообще, я как-то задумывался когда-то об этом вопросе, но почему-то у меня таких ассоциаций не возникает. Может, потому что архитектура, ну, в основном в Казани, она все равно статичная, монотонная, такая, или какая-то имперская, или просто какие-то панелики, в которой, ну, если музыка какая-то и звучит на фоне хрущевок, то это какая-то такая, какие-то песни 80-х годов, не знаю, 90-х, такие хандрические какие-то, не знаю. Вот, но, например, если какая-то там, не знаю, архитектура с каким-то необычным фасадом, в смысле, может, это какая-то бионика или какие-то такие плавные линии, которые как-то движутся и куда-то устремлены, а не статично, коробка вверх, вот, то, например, на такую легче как-то музыкально могут возникнуть какие-то образы, вот, почему-то. Но в Казани такой архитектуры мало. Ну, кстати, вот новый театр Галиаскар Камала, он будет в форме осколка, вот, то есть это будет такая очень ломаная фигура, вот, причем там выиграли, по-моему, японцы, но вместе с японцами его будет строить Бакулин, он построил в самом центре, может, помните, на пересечении улиц Татарстан, и не помню, как эта улица называется, в общем, там здание, где швейная мастерская, по-моему, находится, высокое здание, и там на окнах такие, как бы, перегородочки, вот, в общем, просто очень красивое здание, и очень здорово, что вот этот архитектор Бакулин татарский, который в 80-х годах перестраивал, как это здание называется, где Мениханов работает, я забыл, в общем, вот это вот здание, тоже его постройка, точнее, перестройка, вот, очень здорово, что местные какие-то архитекторы казанские участвуют в таких международных проектах, вот, в этом смысле, на самом деле, Казань вообще, вот, очень хороший пример, потому что, вот, Юля Фишман, которая очень много, мне кажется, делает, построила набережную Кабан, эту современную, красивую, вот, то есть уже совершенно новый уровень архитектуры в Казани появляется, и это заслуга и нашего президента, и нашего начальства, и архитекторов, которые делают большой шаг вперед, это уже такой международный уровень, даже не просто российский, вот, и в этом смысле это гордость, мне кажется, Казани, и набережная Казани, потому что, например, в некоторых городах вбухивают огромные деньги в набережную, но они пустуют, это, ну, там нечего делать, в Казани такого нету, на набережной постоянно, и летом, и зимой кто-то гуляет, зимой каток, летом просто кафешки, и какие-то перголы, которые как-то закрывают от солнца, вот, в общем, здорово, Казань, супер. Так, у вас планы на, ну, как бы на ближайшие 5-10 лет, вы такие строите, или вы все-таки живете здесь сейчас одним днем, есть какой-то такой для себя внутренний тайминг? А хотелось бы вообще, можно как-то это совмещать, интересно, просто, ну, наверное, правильно, для меня как-то правильнее жить одним, ну, не то что одним днем, жить сегодня, но какие-то все равно планы не то, чтобы строить, но знать, что ты хочешь через 5 лет, например, вот, но все равно важнее сегодняшний, наверное, какой-то день, потому что, например, если я что-то построил, какие-то планы, а они у меня не получились, я что должен расстроиться, ну, то есть есть же какой-то, ну, сегодняшний день, в котором я дышу, как-то живу, существую, и если я этим сегодняшним днем как-то, ну, не живу, то очень легко расстроиться, вот, а тут как-то проще не расстраиваться, поэтому у меня как-то, наверное, совмещение, я, ну, какие-то планы, конечно, строю, там, на 5-10 лет вперед, не знаю, но стараюсь не забывать про сегодня, вот, потому что сегодня это тоже важно, потому что сегодня прямо сейчас происходит, а то, что через 5 лет я могу не дожить, или там что угодно может произойти, вот. Руслан, а вас благодарят за то, что вы, ну, со своим творчеством, ну, как, вы его дарите, или все-таки какой-то уже гонорарный происходит обмен, получается, по вот, как-то музыка, спектакль и так далее, то есть вы уже начали это монетизировать, или все-таки это от души идет, ну, как бы берут, и слава богу, ну, как бы так внутренне, альхамдриллах, все хорошо, полезно. Да, внутренне это, конечно, так, но музыкой просто сложно как-то заниматься в плане денег, если ты или не какой-то суперизвестный, и тебе со стримингов уже просто падают какие-то отчисления за прослушивание, или если ты не занимаешься этим как ремеслом, то есть ты пишешь на заказ, там, на постоянной какой-то основе, или работаешь, там, звукорежиссером, то тогда можно действительно заработать с музыкой, а так, это все очень такой нестабильный заработок, вот, и в Казани, ну, вот, у меня с этим все плохо, потому что все местные клубы, это все мои знакомые, вот, и они мне говорят, давай уж бесплатно, поддержи нас, и отказать я тоже не могу как-то, вот, и поэтому все выступления в Казани, почти все, 90% они все бесплатные, вот, ну, там, для всех знакомых, как-то так получается, тоже все бесплатно, вот, вот, но если меня кто-то находит извне, то, ну, питерский театр сам предложил и составить договор, и у них была смета, там, они выплатили мне сумму, я не знаю, тайна это или не тайна, можно рассказать, но это небольшая, это среднемесячная зарплата, вот, получилась среднемесячная казанская зарплата, вот, ну, вот так, то есть, ну, ну, наверное, это правильно, учитывая то, сколько времени тратится на репетиции, на оплату репетиций, просить хоть какую-то сумму, вот, например, нас недавно спрашивали про корпоратив какой-то, можем ли мы выступить на корпоративе, а я с этим ни разу не сталкивался, я пишу в группу нашу, ребят, а сколько вообще просят за корпоративы, мне пишут, ну, попроси 20 тысяч, а для меня это огромные деньги, я хотел написать, ну, дайте нам 4 тысячи, по тысяче на каждого, вот, ну, то есть, с этим все так. Это такая стихийность, да, стихийность, я здесь еще этот вопрос, хочу после него задать следующее, вы же потом могли там своим родителям сказать, вот, видите, я хоть и с Альфеичу не учил, вот, то есть здесь как бы вот этот момент, как-то у вас он, произошел в семье, что не обязательно с Альфеичу учить, и музыкальную литературу, востребованность она есть, и мое творчество, оно тоже вот интересно, не только лично мне и моим друзьям. Был какой-то такой разговор, как обычно, да, вот, поколение молодое со старшим. Да, я не знаю, как это работает, но почему-то, вот, ну, возможно, вы меня сейчас поправите, это не моя мысль, но она мне, ну, не то, что мне нравилось, но я подумал, блин, может, это правда так, что, вот, например, в семье, или там, ну, даже в отношениях между мамой и сыном, там, не знаю, есть такая штука, то, что жене или маме ей всегда, ну, чего-то мало, в том смысле, что если ты даешь, например, 40 тысяч в месяц, ее это устроит на полгода, но потом она подумает, что, блин, я могу, ну, жить хорошо, но могу еще немножко лучше, можешь давать 50, пожалуйста, вот, из серии, то есть это какой-то такой, ну, как будто процесс, может, мужчин так же, кстати, все привыкают к комфорту, вот, ну, я к тому, что моя мама, она, конечно, очень сильно обрадовалась, когда узнала, там, про Питер или про какие-то там другие маленькие такие, ну, очишки, заслуги какие-то, но потом она сразу сказала, типа, а что дальше, что опять сейчас ничего не происходит, почему ничего нету, вот, ну, у моей мамы, у моей мамы самый важный вопрос – это материальный, и поэтому, если это не дает денег, значит, это все надо бросать, вот, поэтому у нее все проще в этом смысле, вот, но они меня всегда поддерживают, вот, мои родители, они сейчас вместе не живут, но всегда не мешали мне этим заниматься, вот, и по возможности хвалили, это тоже, конечно, им огромное спасибо. А вот поддержка, она же, вот, и друзей, и родителей, она же важна для таких, вот, деятелей, как вы, вот, искусство, культура, то есть, вот, как вы считаете, или это не так важно, с точки зрения, вот, созидая, созидая, что-то делаю, и, там, само по себе все это как-то развернется уже в более большое течение, или все-таки это, вот, очень-очень для вас, ну, вас лично важно, вот, как вы можете к этому относиться, вот, потому что есть же люди, которым говорят, ты, там, а, плохо, там, пишешь, рисуешь, а человек делает-делает, и у него потом грандиозный успех, а бывает, там, хвалят-хвалят, захвалили, и человек немножко расслабился, вот, вот, к таким моментам, как вы относитесь, и как вы считаете, что есть правильно на ваш взор? Я не знаю, к сожалению, это все как-то индивидуально, вот, кому-то, кому-то важно, чтобы его часто хвалили, потому что у него, может, в детстве его мало хвалили, я не знаю, вот, ему это необходимо, чтобы как-то раскрепоститься, почувствовать себя уверенным, вот, потому что у него такая зажатость какая-то с детства, кому-то она, наоборот, только во вред, излишняя какая-то похвальба, вот, поэтому я не знаю, тут все как-то надо смотреть, кому, что и сколько говорить, вот, конечно, это важно, но и важно как-то не перехвалить, где этот баланс, я не знаю, вот. Ну, вот, такой вот вопрос, связанный именно со связью поколений. Сейчас, на данный момент, мы видим, да, что, ну, вот, сами же сказали, что как раз появилась программа, и у вас получилось, возможно, записать свой альбом, и это как-то дальше-дальше уже закрутилось, и теперь уже нашлись единомышленники, группа родилась, да, четыре человека у вас, это уже семья. В общем, вот эти процессы, да, цифровизация и так далее, вот, они, ну, как бы отдаляют человечество друг от друга, либо все-таки это в помощь, в плюс, что вы видите с точки зрения своего поколения, вот, как более зрелому поколению в этой уже парадигме живется, живется ли комфортно, либо, ну, как бы идет такое расслоение, да, то есть такие ячейки, каждый по-своему находится в каком-то таком вот пространстве, такой, да, капсуле, и мирность существует, а там что дальше, уже не так интересно. Вот, кто-то там все время обсуждает тему войны, которая там должна, например, была начаться 16-го, я об этом узнала постфактум, говорю, что я, ну, как бы далека от этих историй, но я в другом. Вот, вы как это видите, вот, с точки зрения и поколений, и с точки зрения социальных процессов? Либо вы как-то к этому так вот равнодушны, созидаете музыку, пишете, занимаетесь освоением профессии? Как у вас студенческой вот вашей вот движухи там, какие происходят процессы? Я не разбираюсь, на самом деле, вот ни в одном вопросе, который вы говорите, и я просто какие-то свои, ну, какие-то свои, не знаю, ощущения от мировосприятия передаю. То есть у меня нет никаких знаний, к сожалению. Вот, хотя этому огромное количество статей посвящено, этот ник. Вот, понятно, что это проблема, ну, вот, интернет стал проблемой между поколениями. Вот, и, например, очень интересно посмотреть на поколения, например, ну, вот, наших детей, например, или через 30 лет, через 20 лет люди, которые родятся. Насколько у них будет, в их 20 лет, насколько они будут отличаться от тем, кому сейчас по 60 лет. Потому что формация наших родителей, они же вообще были на другом выращены. Вот, у них было гораздо больше классической литературы, у них не было интернета, у них было другое восприятие мира. А они элементарно, скорее всего, ну, сейчас взрослые люди уже отучились от ручки, в принципе, писать. Они не пишут, многие, они пишут либо на компьютере, либо на айфоне листают ленту. Вот, и все как-то вот в этом смысле меняется. И связь, разрыв между людьми увеличивается. Вот, и то, что это такой маленький мир, Инстаграм, я не знаю, где ты уходишь в него после работы, чтобы расслабиться, это тоже закрывает тебя, отупляет, как-то портит. Вот, и вот даже страшно так подумать, что будет, какая связь останется между поколениями будущего и поколениями прошлого. Потому что такая цифровизация, конечно, огромная, огромными скачками идет. Вот. Но, с другой стороны, интернет – это то место, где ты можешь взять и хорошее, и плохое. Это зависит от тебя, от того, как ты воспитан в семье, от того, давали ли тебе читать там хорошие книги, от того, научили ли тебя любить. Вот, если, как бы, такие базовые какие-то вещи тебе дали, то и в интернете ты тоже сможешь плавать, и проблем у тебя с коммуникацией быть не должно, если у тебя, ну, голова на плечах есть. Вот. Поэтому, ну, для разумного человека, как-то интернет – это очень хорошая вещь, и это вещь для коммуникации, для изучения чего-то нового, а для неразумного – это какая-то пропасть. Вот. Я не знаю, что я тут еще. Ну, вам, да, здесь вот такой еще вопрос. Как вы совмещаете музыку и получаете специальности? Вот как это у вас складывается, в какой пропорции? Потому что это же тоже серьезный процесс – писать музыку, все это, вот, сведения и так далее, репетиции, выступления, опять же, пиар, промоушен. Как это все у вас вылаживается, да, вот, с учетом учебы? Ну, если честно, я учусь просто, чтобы меня не выгнали из института, вот, и я просто получаю, ну, по большому счету, корочку. Это очень плохо на самом деле, вот, я потому что владею какими-то прям базовыми знаниями, и я все равно не архитектор ни разу, вот. Вот, и, ну, вот, поэтому у меня больше свободного времени, которое я трачу на музыку, и поэтому у меня получается как-то совмещать. Но архитектурный вуз, по крайней мере, в Казани, он тяжелый, вот, и он требует для себя много очень времени свободного. Вообще архитектура – очень тяжелая профессия, то есть это, ну, блин, ты должен знать, как дом построить, ты должен знать, как рассчитать нагрузки, как выбрать материалы, ты должен знать эстетически, как его правильно по цветам построить, как его визуально по размерам правильно построить. Это такая огромная наука и такая ответственная, что если ты хочешь стать действительно архитектором, то этому посвящаешь всю жизнь. Поэтому большинство людей из нашей группы, они становятся, ну, станут, уверен, не архитекторами, а, ну, там, дизайнерами интерьеров. Или, там, например, будут связаны с работой с документами, документацией архитектурной. Вот какие-то такие вещи. Настоящих архитекторов их очень мало. Там на группу из 20 человек, ну, максимум один человек действительно станет архитектором. Там еще человек 5-10, скорее всего, 10 будут работать в архитектурных бюро, но заниматься смежными вещами. Там визуализация интерьера, там что-то еще. Вот. А остальные, скорее всего, вообще уйдут в другие степи. Просто вот я так смотрю на нашу группу, кто из себя что представляет. Вот. И, ну, я не как-то, мне кажется, не единственный, кто получает образование и понимает, что он не будет архитектором. Так, а вот название вашего сольного проекта «Уси Руси». А что, почему, откуда такое словосочетание букв? Как это, что это за математика такая? Архитектура вашего названия, откуда она случилась? Да. Архитектура очень смешно звучит. Вообще, меня зовут Руслан, сокращенно Руся. Вот это вторая штучка. Вот. А первая, это такая нелепая история была. Мне лет в 15 нравилась девочка в Москве, которую я так ни разу и не увидел. Мы с ней просто переписывались ВКонтакте. Вот. И она меня как-то так троллила, в общем, как-то по-доброму. Типа «Руся, Руся», «Уси Руся», «Усрися», «Абас Руся». Вот так вот. И когда стал вопрос о том, как назвать проект, я такой, да ну, блин, все, «Уси Руся», фиг вам. Вот. Потом, блин, ты увидишь, что из этого «Абас Руся» получится. Ну и серия. Ну, понятно, ничего я не хотел доказать, просто я не знал, как себя называть. И вспомнил, что есть такая штука «Уси Руся», и если гуглить в интернете, там ничего нету вообще. Это какой-то набор букв непонятный. И кроме меня там ничего нету. Поэтому это удобно. И смешно, и все смеются, и все задают, почему «Уси Руся», что за кошмар, это же нелепо звучит. Вот. Ну, это уже какая-то фишка. Я это хотел, конечно, поменять одно время, но сейчас не буду. По крайней мере, пока. Вот оно. Вот они истоки, да, девочки из Москвы, которые «Уси Уси Руся» привезли. Да, да, да. Вот так вот, да, все это шутя. Ну что ж, мы давайте тогда уже, приходя к нашей кульминации, вот в целом спросим у вас, а в Питере вообще бывали, часто ли бываете, планируете ли ближайшее время, тем более, раз с Питером уже есть связь, если, да, вот музыка, как спектакль написана, какие намерения? Вам, как архитектору, кто его знает, что будет через пять, через десять лет, так хохоча тоже будет какое-то здание у «Уси Руся» вдруг. Планируете ли Питер? Да, Питер прекрасный город. На самом деле, я приехал впервые в жизнь туда, когда вот год, ну не год назад, полгода назад, когда писал к спектаклю, вот, и, ну не знаю, это на самом деле такой исключительный город, потому что, ну не знаю, его взяли и построили как такой идеальный европейский город с очень четкой структурой кварталов, вот, и если европейские города старинные, они развивались как-то, ну что называется, от бедра, то есть вот появлялось какое-то маленькое поселение и начинался потом разрастаться центр, становилось больше людей, еще там где-то какие-то постройки возникали, то тут это проект с нуля, взяли просто такую структуру и внедрили в нее миллион-миллион, ну всяких там, куча-куча кварталов, вот, очень плотную застройку, и он как будто, это как будто такая декорация сплошная, то есть нет такого, что это как-то человеческим бытом построено, это просто с бумаги взяли и перенесли, и такой суперпроект огромный построили, так что это вообще уникальный город во всем мире, мне кажется, такого больше нигде вообще нету, вот. И, ну не знаю, это очень здорово, я не знаю, насколько тяжело жить в Питере годами, ну учитывая то, что там мало солнца, что там влажно, вот, но мне там очень понравилось, и это опять вот к вопросу о том, там, как себя продвигать, вот, например, я написал музыку к спектаклю, это случайность по большому счету, и везение, что меня заметили, но дальше это уже моя ответственность, мне нужно там сделать портфолио и отправить, например, во все театры питерские, чтобы меня там взяли куда-нибудь еще, если мне это хочется, это уже вот то, что я должен делать сам, вот, куда-то стучаться, вот, поэтому мне бы хотелось, да, конечно, этим заниматься и дальше, вот, это, ну, мне это интересно, там, что-то связанное с кино, с театром, вот, написание музыки для этого, это классно, потому что быть режиссером это слишком ответственно для меня, я не знаю, что сказать, а послушать режиссера и услышать, что он хочет, и попытаться это музыкально сказать, это как-то для меня понятнее, поэтому надеюсь, что появлюсь в Питере еще раз. Да, вы маякните, мы теперь знакомы, Питер-Сатар будет рад вас встретить, вот, в том числе, в таком, да, интересном пространстве, которое открылось уже для встреч в том числе. Ну что ж, Руслан, финально хотели бы что-то такое вот сказать нашим зрителям, подписчикам, потому что, в принципе, будет видео лежать на Ютубе канале, и там, может быть, не сегодня, завтра, послезавтра, может быть, самому себе сказать, когда будете пересматривать наше интервью через лет десять, что бы хотели сказать такое эклюминационное? Не знаю, ну, хочется сказать вам спасибо за такую возможность, хочется пожелать всем здоровья и как-то, ну, найти себя в какой-то деятельности, которая была бы полезна и обществу, и самому себе была бы интересна. Как-то так, наверное. Полезно обществу, вот это круто, услышать от вас. Ну что ж, благодарим, Руслан. Мы, Питер-Сатар, я, Катефан Акифан Генединова, благодарим вас за то, что вы с нами сегодня были, посвятили это время, побеседовали с нами, мы узнали, как можно совмещать и архитектуру, и музыкальную деятельность, и, в принципе, быть услышанным, увиденным, в общем, тем более уже есть побратимость с Санкт-Петербургом, что отдельно приятно. И с нами сегодня был Руслан Тухватулин, он у нас уже с полноценной группой, называется «Уси Руси», с вами проект, как называют некоторые, это Индии, меланхолическая, романтическая музыка, ну, это, в принципе, будет и дальше развиваться. Главное, что Руслан уже написал музыку к питерскому спектаклю «Немножко слишком одиноко» и к двум кронометражным работам режиссера Асель Багаудиновой «Есть здесь и нет», которая взяла первое место на фестивале «Кино за семь дней» и «Клюквенное лето». Вот сегодня с нами был Руслан, мы благодарим и желаем вам новых творческих успехов, музыкальных успехов, выступлений, альбомов. И до новых встреч, Харли и Кён. Рахмет, спасибо большое, Катифа, всего доброго. Всего доброго. До новых встреч, Руслан, да, сам будет. Спасибо. Поставлю будильник на 725, выключу в доме весь свет. Я полюбил так, да никого нет, а в темноте чужий глаз не видать. Я полюбил так, недавно болеет, желтые гиппы с нами. Я полюбил вечера все болеет, а жаль, что у меня с ними нет. Что-то меня в сон к луне, не дай время уже ко сну. Столько дел у меня завтра будет, надеюсь, что я не просплю. Что-то меня в сон, не дай время уже ко сну. Столько дел у меня завтра будет, поверю, что я не просплю. Поставлю будильник на 725, выключу в доме весь свет. Я полюбил, когда никого нет, а в темноте чужий глаз не видать. Поставлю будильник на 725, выключу в доме весь свет. Я полюбил, когда никого нет, а в темноте чужий глаз не видать. Лежу в темноте на полу, в голове моем, а еще я в усталом врету. Закоплю свою память и потом оживу. Я смотрю на луну. Столько дел у меня завтра будет, надеюсь, что я не просплю. Я ставлю будильник на 725, выключу в доме весь свет. Я полюбил, когда никого нет, а в темноте чужий глаз не видать. Я ставлю будильник на 725, я думал, я жив, ведь не сплю. Но я не знал, что душе нужно дать, а в темноте своих мест не видать.